всем привет на новогодний стол хочется поставить что-то такое то могло бы там поставить какое-то время и остаться таким же вкусным как и с самого начала сейчас я вам расскажу как сделать очень быстрый салат из кальмара из нашего командорского российского вкуснейшего кальмара так чтобы можно было его есть и горячем виде и в холодном поставить на стол и даже на завтра он будет еще вкуснее чем вчера первого на первого пока у нас доска чистая я сделаю заправку для нашего импровизированного салата нужно взять самые вкусные томаты которые у вас есть на праздничный стол денег не жалейтесь сейчас уже много где продаются узбекские томаты вкусные сладкие даже зимой я режу их пополам поперек вот смотрите здесь плодоножка да я разрезаю вот так на крупной терке мы и томат натираем оставив шкурку в руках смотрите несколько движений это удобный очень способ так некоторые даже делают гаспачо такой гаспачо получается вкуснее итак у нас томатная паста я назвал даже томатная мякоть с томатным соком готова теперь ее нужно приправить чем приправляем оливковое масло обязательно буквально 3-4 столовые ложки непременно смесь четырех перцев обильно я люблю пообильнее если вам не нравится можете добавить чуть-чуть всего можете добавить только черный перец солим что без соли конечно же томат вкусный но недостаточно хороший обязательно сюда табаско не чили перец а именно табаско потому что табаско состоит из уксуса и чили перца поэтому дополнительная кислота нам дает тот самый вкусный аромат значит кто любит небольшое количество прям самую чайную ложечку соевого соуса для усиления так все тщательно перемешиваем получилась вот такая вот густая заправка которую можно использовать к любому салату вообще это реально универсальная заправка иногда я ее использую к салатам из только какой-то зеленой массы например огурцы авокадо сельдерей из ароматной травы помидор потому что сам по себе является усилителем вкуса вкусом умами поэтому такая заправка хороша будет для любого холодного и даже горячего блюда отставляем потом у нас есть такой ингредиент как киноа я творил киноа я дома стараюсь всегда держать эту крупу она не долго не портится в сыром виде чуть-чуть подсаливайте и хранить именно так сейчас нам нужно будет приправить обязательно оливковое масло обязательно в устровский соус мой любимый любимый соус нашего продюсера соль перчик по вкусу я соль добавил когда варил и обязательно помните когда вы варите киноа ее нужно перед этим промыть если вы забыли промыть значит что мы делаем промываем после варки совершенно верно киноа можно натереть немного огурца это освежит крупу потому что конечно же сама по себе это крупа такая безвкусная очень много не трите сколько здесь нам нужно граммов 30-40 все перемешали и конечно же моя любимая зелень да это кинза кинза у меня вот тут в воде лежит во первых в воде у кинзы на дно падают песчинки во вторых кинза это одна из немногих видов зелени которая набирает воду через корешки и становится если вы купили например вялую то она может стать полежав в ледяной воде пару часов набирает воду становится упругой и свежей все кинзульку мы отправляем сюда киноа все это перемешиваем все аромата достаточно я кислоту сюда не добавляю у нас гарнир из киноа будет такой свежий потому что заправка у нас томатная такая довольно кислая более что у нас еще и табаско отставляем теперь переходим кальмару кальмара я буду жарить прежде чем жарить я сделаю вот что поверхность у меня индукционная сковородку я буду разогревать сильно-сильно поэтому брызги от масла будет лететь в разные стороны поэтому чтобы плиту не угвоздать я просто беру и салфетками застилаю всю поверхность ставим сковородку прямо на салфетке только нужно пульт управления оставить обязательно к морепродуктам чеснок так вот раздавил шкурку убрал многие уже этот ход знают но кто не знает те как раз увидят для себя возьмут от на вооружение к себе на кухне чеснок сюда плиту урубаем сразу на максималку бустер и даем возможность ей раскалиться до чуть не забыл масло масло не жалеем нам нужно хорошенечко раскалить сковороду потому что кальмар кальмар выворачиваем смотрим чтобы не было здесь никакой хорды да вроде ничего тут особо нету а нет вот тут есть смотрите внутри вот она пушка кальмара на ней держится смотрим чтобы у нас тут ничего лишнего всякой грязи не было так тушку кальмара нарезаем кольцами тоненькими для того чтобы они очень быстро обжаривались нам нельзя кальмар жарить больше одной минуты все чеснок у нас дал нам аромат мы его сразу же вытаскиваем можем прям сюда даже на салфетку бросить что кстати тоже очень удобно и сразу же отправляемся до кальмара раскаленное масло можно кстати его и поджечь немножко глаз вот теперь настоящий вкус у кальмара будет обязательно соль буквально 30-40 секунд и кальмары готовы он лента мебиуса видели какая получилась знак бесконечность все сковородку убираем что у нас получилось 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 салфеточки собираем а плита то у нас чистая только пульт управления которые мы не закрыли жирный да класс вещь удобная берем самую красивую праздничную тарелку и начинаем сервировать наше волшебство смотрите по обмен всего прочего я еще подготовил листочки салата это крес салат он имеет яркий вкус как у рукколы такой прям горчичный значит если нет такого можно взять рукколу можно взять какой угодно салат главное чтобы у нас была вот такая вот салатная основа выкладываем салатик сюда теперь киноа с одной стороны дальше у нас идут кальмары о красивые такие кальмарчики у нас получились вот так кальмаров не жилейте кальмары командорский кальмар один из самых вкусных в мире все ленты мебиуса сюда и теперь наша заправка томатная вкусная красивая ароматная заправка поливаем кальмаров заправка стечет вниз ничего страшного главное как я говорю чтоб все было вкусно вот такой яркий вкусный интересный я бы даже сказал немножко диетический салат получился я уверен что он станет украшением вашего стола и помните новый год это самый лучший праздник который есть у нас в россии просто мы его умеем хорошенько отмечать медея почувствуй себя дома